Друзья, всем привет! В предыдущем видео мы научились передавать всякие разными сообщения из одного сервиса в другой при помощи MasterAnzita, соответственно при наличии RabbitMQ. И сегодня будем делать не просто передачу, а даже на самом деле более важную вещь, мы будем перехватывать ошибки при передаче этих самых сообщений. В прошлом видео, в котором я рассказывал про GetResponse, было на самом деле очень просто, так как в том месте, где мы отправляли сообщения, мы получали тот самый респонс, который через StrikeCatch перехватывали, и это было на самом деле очень просто. А что касается сообщений, которые на самом деле должны просто отправиться через очередь сообщений в какой-нибудь другой сервис, и мы никак не можем перехватить информацию о том, что сообщение получено тем сервисом, тем или иным сервисом. И вот сегодня я как раз покажу, что для этого придумано на самом деле в MasterAnzita, и чтобы не затягивать время, давайте переключимся уже непосредственно в сам процесс программирования. Сегодня прекрасный день, чтобы творить творчество, давайте перейдем к творчеству. На сегодня у нас такая задача, зарезервировать товар на складе. То есть пользователь в сервисе Organization должен нажать кнопку, зарезервировать товар, сообщение должно улететь в сервис Warehouse, и должно получить подтверждение, что да, зарезервировано, окей, приезжай. Не важно какой товар, не важно для чего резервирование, главное, чтобы у нас сервис Warehouse получил какое-то уведомление, вернее даже произвел операцию резервирование. Ну и собственно говоря, в процессе резервирования может возникнуть ошибка, мы ее должны будем в каком-то варианте перехватить, видимо на сервисе Organization, хотя это не обязательно. Мы можем перехватить ее в любом другом месте, где нам удобно, в какой-нибудь в сервисе логирования или еще что-то типа этого, не важно. Суть в том, что мы должны перехватить эту ошибку, и соответственно нам нужно сделать для этого следующие операции. Итак, первая операция это создать контракты, которые будут лежать в сборке, как вы помните, контракт, который мы будем трелевать, так сказать, между микросервисами. Итак, создаем. Итак, для начала позвольте напомнить, у нас есть 4 проекта, 3 из которых микросервисы, построенные на шаблоне Nimble Framework, ссылка в описании, а также у нас есть еще контракты, так называемая колобонка контракт, в которой лежат как раз те самые классы, те интерфейсы, которые мы перекидываем между микросервисами. Собственно говоря, именно в нем мы и будем создавать непосредственно как раз вот этот месседж, этот контракт на передачу вот этих вот, собственно говоря, информации, да, то есть информация о товаре, который будет отправляться и количество его резерваций на складе. Сразу скажу, что мы не будем получать обратный фидбэк, поэтому просто выстрелим эти события и, в общем-то, ну, ну, это, конечно, глупая ситуация, но у нас суть не в том. Суть у нас как раз в том, чтобы показать как перехватить экзепшен, если вдруг мы не перехватываем респонсы. И, в общем, вот такого примерно параметра мы будем создавать здесь контент. И для этого давайте первым делом создадим класс, который, ну, давайте назовем ReservationItem, да, это как раз вот тот самый продукт и total запрос. Отлично. Давайте теперь сделаем здесь int, ну, пусть это будет продукт. Нет, давайте напишем не порно, а продукт. Не получается сегодня писать, прошу прощения. Продукт ID и второй, соответственно, будет int, ну, это будет total, да, то есть сколько товара я буду резервировать. И я не люблю вот эти штуки. И теперь получается мне нужно сделать какой-нибудь ReservationRequest класс, который будет внутри себя Reservation. Ну, да, тоже неплохо. Давайте быстренько переименуем, потому что нейминг имеет значение. И я, наверное, сделаю так, вот, public interface iReservationRequest. И здесь сделаю... Давайте сделаю лист ReservationItem и мне это будет... Стоп, не попал. Ну, пусть будет ReservationsGetSet. И теперь мы имплементируем эту штуку вот здесь. ReservationRequest. Ну, в общем, вот такой вот простой вариант, когда мы можем использовать интерфейс. Я, кстати, в прошлом видео рассказал, почему лучше использовать интерфейсы и как ими можно манипулировать для управления сообщениями между сервисами в концепции MassTransit. И, в общем, вот такой вот реквест мы отправим. Ну, такая глупая ситуация, когда пользователь нажал кнопку зарезервировать и побежал там быстрее в машину, а ответ, собственно говоря, не получил. Ну, такой вот дурачок. И теперь, раз у нас готов контракт, нам теперь нужно обновить эту, собственно говоря, сборку. Для этого я делаю таким вот образом. Я напоминаю, что она у меня после сбора складывается в колобонгу nugget-папку, в которой, собственно говоря, подключены... Ну, допустим, вот в Organization у меня есть Package Console, и здесь есть настройки, где, собственно говоря, вот настроено, что колобонга может ходить туда... Вернее, в колобонгу.nugget, ой, slash nugget, может ходить nugget-сервис и собирать, собственно говоря, пакеты. В общем, рекомендую вам настроить для локального обращения с сервисами примерно такой подход. И здесь давайте продолжим. Итак, у меня есть Package, у него есть название. Мы меняем версию, я нажимаю Build. Компиляция завершилась. Я надеюсь, Package уже там. И для этого достаточно просто проверить, что Package уже там. Мы откроем Solution. И выберем колобонга. Package 4. Обновился. Отлично. Теперь то же самое мы сделаем для Warhouse. Напомню, что мы в Configuration сегодня делать ничего не будем, поэтому давайте его закрою. Я даже обновлять не буду. И это, в принципе, совершенно мне не важно. Главное, что у меня Warhouse и Organization получат одну и ту же версию пакета, в которой будет тот контракт, который они будут между собой трилевать. В общем-то, вот он, этот контракт. И теперь мы должны приступить к следующему этапу. Не хочет обновляться или уже обновился? Обновился. Нет, не обновился. Нет, все обновился. Поехали дальше. Итак, для начала давайте зайдем в Warhouse Service. Откроем Mass Transit и создадим новый Reservation Request Consumer. Reservation Request Consumer. Наследуем у него от iConsumer. Соответственно, iReservationRequest. Вот он. Сделаем имплементацию. И суть вот в чем. Так как мы ничего не будем возвращать, а то даже если мы что-то и вернем, ну, потому что здесь у контекста есть response, то есть это долетит до, собственно говоря, самого Rabbit, то есть до очереди сообщений. И Rabbit отметит, что это отправлено. Но до первоначального метода, то есть до первоначальной точки отправки, результат, конечно же, не дойдет. Поэтому мы, чтобы мы сюда не отправляли, ну, в общем, большого смысла нам на текущий момент отправлять, ну, ничего нет. Потому что мы ничего не собираемся получать. Но давайте для начала сделаем return task completed. И помимо этого также зарегистрируем этот consumer. Вот так. Он у нас находится вот здесь в MassTransit. Один у нас уже зарегистрирован. Я сделаю, что зарегистрирую второй. Reservation Consumer. И у нас здесь не будет описания никакого, то есть дополнительного. Вот мы его зарегистрировали. И, в общем-то, это все пока на данный момент для этого сервиса. Поехали дальше. Итак, мы находимся в сервисе организации. У нас есть контроль аккаунт. И у нас здесь нет никакого метода. Теперь мы его создадим. Я воспользуюсь сниппетом. Вот таким вот. Это будет get. Это будет резерв. И здесь напишем ok. Ну, здесь мы сразу подготовим некоторые данные. Нам теоретически-то и данные не нужны. Ну, раз уж начали делать. Заодно покажу и как отправлять данные. Ну, во-первых, это будет какая-нибудь data. Пусть будет какой-нибудь list. Reservation item. Да, вот он он. И здесь создадим парочку, троечку reservation item. Ну, что там у нас было. Total. Пусть будет 100 каких-нибудь там товаров с идентификатором. Вот с таким. Здесь поставим запятую. Пробел. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Дветочку нам хватит. И вот этих вот товаров мы возьмем всего лишь 154. Этих возьмем 350. Этих возьмем 980. Ну, это будет вот такой товар. Это вот такой. Это вот такой. Это вот такой. Ну, это идентификаторы товара. Вот у нас есть data. И теперь нам нужно что-то отправить в какой-то сервис. В отличие от паблиша, который существует в MassTransity, Send работает немножечко по-другому. И если говорить о том, что паблиш работает на все, то есть получат все подписчики, то Send работает конкретно с одним получателем. И нам его нужно найти. Ну, даже я бы сказал не найти, а как-то получить. И получить его можно, соответственно, из самого Rabbit, если так можно выразиться. В описании, вот, в iSpad.net Core, в Dependency Injection у нас регистрируется дополнительно провайдер. Вот, кстати, iPublishEnpoint, я не помню прошлый раз показывал или нет, но у нас есть iSendEnpointProvider, который я сейчас скопирую. И прокину вот сюда SendEnpointProvider. Отлично. Сделаем его филдом. И теперь я могу получить конкретный endpoint. var endpoint. Давайте его так назовем. Здесь выйдем getCentry endpoint. И здесь нужно указать адрес. Ну, соответственно, newRI. Ну, и чтобы не промахнуться, ну, во-первых, я здесь должен написать rabbit.mq, двоеточие, два слэша, localhost. Это где находится мой rabbit. И теперь должен поставить слэш и посмотреть, какой endpoint у меня создан. здесь у меня вот exchange и здесь reservation endpoint. Ну, смотрите, во-первых, есть exchange, это куда приходят сообщения, и queue, это куда они все забайнены, то есть куда они будут раздаваться. у меня есть вот iReservationItemContract, и он связан с… Так, я не туда зашел. Есть вот reservationRequest, и он связан с reservationRequestQ, то есть есть такая очередь. Вот, совершенно верно. То есть, соответственно, мне нужно скопировать вот это вот название очереди. Это создал тот самый consumer, который мы запустили. И здесь я должен написать вот таким вот образом. и теперь у меня здесь получается endpoint. Ну, во-первых, он await должен быть. И я должен сделать async сам метод. И, собственно говоря, что мне теперь нужно сделать? Мне нужно сказать, что я хочу отправить endpoint new… ой, не видно… new reservationRequest, где reservations равны data. data. Да. Ну, и так как он тоже у меня асинхронный, я должен написать await. И, в общем-то, все. Смотрите. Таким образом, получается, что мы, вот смотрите, в 45-й строке нашли получателя, а потом сказали, отправь ему вот это вот данное. ну, и для того, чтобы проверить, что это работает, давайте нажмем бряку, запустим для начала вархаус. поставим здесь break point. Запускается. отлично, он запустился. Теперь запускаем organization. Оба запустились. и, в общем-то, теперь нужно зарегистрироваться на сервисе organization, открыть метод reserve и выполнить его. Ну, и, как видите, endpoint запустился. Я вышел из метода и получил еще одну бряку, но теперь уже в сервисе вархаус и в методе reservation. Ну, то есть, в общем, все отлично, все сработало. Там где-то какая-то механика произошла, что-то где-то запустилось. Возможно, какие-то бизнес-операции были проделаны. Ну, я вот такого менеджера, который отправил реквест на резервацию и свалил. В общем, мне этого достаточно. Но что делать, если у меня... Так, давайте пока все остановим. Что делать, если у меня вот в этом месте, тоже остановим, будет exception. То есть, у меня консумер вывалится с exception. На самом деле, так получится, что... Ну, давайте я вот так покажу. Когда срабатывает какой-то exception, давайте вот так вот и напишем exception, то rabbit срабатывает очень хитро. Он создает специальную очередь с подчеркиванием, где дописывает суффикс error и туда скидывает все exception, которые были. То есть, все сообщения, результаты выполнения которых был в exception, скидывается вот в такую очередь. Есть еще другой. То есть, когда вы набрали номер очереди, например, вот в этом месте я написал неправильный ответ и написал reservation 1. И у меня отправилось сообщение. Наверняка оно пойдет. Но дело в том, что оно не дойдет. Оно допишется в очередь, у которой будет дописано skip it. Ctrl F, подчеркивание. Нет. Skip it. Нет, я неправильно пишу. То есть, это так называемые очереди, которые как бы не нашли адресата. То есть, она будет пропущена. Ну и собственно говоря, суть в том, что у нас есть... Ну, давайте проверим это на живом примере. Да, давайте я не здесь сделаю exception, так это я запущу как и раньше, а вот здесь в вархаусе. Я здесь скажу throw new node какой-нибудь имплемент. Упс. Свернем. Node implemented exception. В общем, понятно, что у меня здесь будет какая-то беда. Давайте я запущу и посмотрим, что получится. Итак, у меня есть сервис. Это тот, да, резерв. И вот я его сейчас запускаю. У меня здесь сейчас работает exception. Я его отпускаю. На самом деле, резерв, смотрите, отработал как будто бы ни в чем... То есть, метод резерв отработал как ни в чем не бывало. Никаких изменений нету. Но в Рэббите у меня появилась некоторая штука. Вот, смотрите, создался reservation request error. Туда упало одно сообщение. И, в общем, если бы я был глупым этим самым менеджером, я бы отправил request и пошел, и не узнал бы о том, что у меня есть какой-то exception. Как же перехватить этот exception? Как же узнать о том, что он, собственно говоря, случился в тех операциях, когда нам не нужен фидбэк какой-то от сервиса по образу и подобию, как работает GetResponse. А вот как в данном варианте, в таком надуманном примере, и тем не менее, как мне отловить этот... как этот error мне поймать, обработать и что с ним дальше делать. Давайте обратимся для начала к официальной документации. На сайте есть это описание. Exception. Вот они. Так, вот уберем. И, на самом деле, здесь все очень просто. Есть такая штука, которая называется FoldAT. Собственно говоря, что делает Rabbit, если получает... Что делает MassTransit, если консумер выхватил какой-нибудь exception? Что, собственно говоря, делать? Ну, в общем, чем-то похоже это на наш консумер, который мы только что сделали, и как это работает. По умолчанию он выкидывает Verror в очередь, и мы это тоже увидели. И, собственно говоря, дополнительно вот здесь вот русским по... Вернее, белым по англий... Английским по... Вернее, черным по белому написано, что, собственно говоря, не дело. То он также провьюст вот этот самый ивент от T. И который, собственно, и перехватит все вот эти сообщения. Ну, давайте вернемся тогда куда? В наш сервис. Так, этот пусть остается с экзепшеном. Здесь мы ничего не будем... А хотя давайте сделаем. Давайте сделаем по-хитрому. Мы прямо здесь это и сделаем. Это будет интересно. Для начала я скопирую весь вот этот вот консумер и создам requestFold. Консумер. И здесь вот таким вот образом напишу fold и скажу, что я хочу дженерик от этого типа. Это я уберу, а здесь сделаю вот таким вот образом. Ну, в общем, смотрите, что происходит. У меня есть консумер, который потребляет, ну, вернее, который получает, перехватывает сообщение iReservationRequest. И также сделал еще один fold-консумер, который перехватывает foldReservationRequest. Ну, и здесь, если я выкину экзепшен, то у меня, наверное, с ума сойдет RabbitMQ. Ну, конечно же, он это обработает, но дело не в этом. Нам в этом не нужно ничего делать. Но здесь, на самом деле, можно сделать следующее. Во-первых, если случилась какая-то ошибка, то мы можем, допустим, ну, мы можем сделать notify, да, консумер, что-нибудь отправить ему, например, другому консумеру. Мы можем notify, что он сломался. Мы можем сделать, в конце концов, паблиш какой-нибудь другой реквест. Или можем запустить send другую операцию. В общем, здесь ваши руки развязаны. Здесь вы можете делать все, что угодно. Ну, я, на самом деле, ну, давайте сделаем вид, что я здесь сделал такую хитрую штуку, которая называется logger, да, iLogger, какой-нибудь там reservationRequestConsumer logger и я его просто добавлю. Ну, я сделаю по-простому. Я скажу, что у меня просто это влогер записалось. Ну, пусть будет error, да, там, log error. И здесь, на самом деле, как этот error получить? Этот error у нас лежит в контексте. и здесь есть exception. Нет, и здесь есть все описание, на самом деле, здесь есть, и какой адрес был запрошен, с какого адреса, и, в общем-то, с какого хоста было запрошено, и message ID, и, в общем, на самом деле, все есть. И, помимо этого, есть еще и exceptions, ну, их пачка, на самом деле. Ну, давайте я возьму вот так вот. Первую, да. И я дам сюда error. Нет, не так. Вот так вот. Error. И надо сделать еще какой-нибудь return task completed. Так, error у меня здесь получается... А, здесь exception info, здесь не совсем error. здесь нужно... здесь нужно exception самому создать. Нет, я помню, что можно как-то сделать по-простому. Сейчас я найду. Ну, давайте обратимся, на самом деле, к документации, потому что здесь все четко описано. Так вот, напишем fold. Вот. Consuming folds. Все уже придумали за нас, поэтому мы не будем изобретать велосипед. Так, и где-то здесь consuming folds. Вот он folds. и здесь exception info. А, это список экземпшенов. То есть, сам экземпшен не передается. Отлично. Тогда нужно узнать, что такое exception info. Ага, описание мало. Понятно. Ну, в общем, как обычно. Давайте я нажму стоп. стоп. И здесь тоже у нас стоп. И посмотрим, что из себя представляет exception info. Так, он говорит, что у нас... Ага. Он говорит, что у нас здесь есть exception info. И мы посмотрим, с чего он состоит. exception info. Это, видимо, какая-то... А, интерфейс. Он говорит message, source и stack trace. Здесь понятно. То есть, это эмуляция. Ну, собственно говоря, нормально. Пусть будет так. Давайте тогда сюда запишем message. Я думаю, что этого будет достаточно. Ну, и, в общем, теперь нужно это все зарегистрировать, как вы понимаете, в консумерах. В списке консумеров. Ну, сделается это очень просто. Я вот так вот ставлю. И вот у меня еще один консумер. Теперь мы это все можем запустить. Organization у нас тоже запускается. Отлично. Появилась пачка окошек. Итак, мы нажимаем reserve. У нас сейчас здесь свершится exception. Ну, давайте сюда бряку поставим и запустим его. Вот, смотрите, у нас здесь вызвался exception и был redirect. То есть, даже не redirect, а rabbitmq, то есть masternzit, отправил сообщение на вот этот самый fold. И вот оно, собственно говоря, это сообщение. Вот список error-ов. Ну, в смысле ошибок. Ну, и вот этот message, собственно говоря, то, что мы не получили. Вот мы как бы влогер записали. Давайте даже проверим, влогер он записался или нет. Вот так вот. То есть, выполнилось все на самом деле на ура. Так, только я потерял warehouse. И здесь у нас, смотрите, вот тот самый exception. Вот он, метод not implemented. В общем, это сработало. То есть, таким образом, ну, как бы один из вариантов, да, самый простой вариант, перехватить вот эти сообщения с exception и отправить их в другое место или обработать по-другому, или еще что-то. Ну, то есть, тут вы уже как-нибудь сами придумаете. Но я хочу показать еще одну штуку, что на самом деле более интересный вариант. Я сейчас скопирую вот этот вот exception. И давайте, наверное, я все-таки запишу configuration service, обновлю nuget package и попробую перехватить этот самый exception в другом сервисе. Вообще в другом, который не связан ни с одним из тех, которые участвовали в этом запросе. Давайте первым делом обновим nuget packet. Отлично. Есть такой. там как раз лежат наши эти самые штуки. Контракты. И теперь откроем, допустим, master.zit у нас папка есть. Давайте создадим новый файл. Запишем в него то, что я скопировал. Ну, конечно же, нужно нужно переименовать. Ё-моё. Ещё не загрузился. Хорошо. Теперь переименуем файл, чтобы его не потерять. И теперь опять же зарегистрируем его. Этот новый скопированный consumer по образу и подобию. И называется он у нас request consumer fault. Ну, и как вы понимаете, я стартую configuration service. Можно назвать его configuration service или в данном случае он перехватчик фолтов каких-нибудь там, я не знаю. И также запустим... Так, контракты мы точно запускать не будем. Это неправильно. Здесь бряку уберём. Хотя пусть остаётся. Запустим эту всю штуку ещё раз. И этот у нас запущенный. Свернуть. 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 Да нет, свернуть. В общем, вот у нас работает три сервиса. А этот у нас что-то не работает. Видимо, я его не запустил. Warhouse. Да, он у нас что-то не стартанул, потому что я лоханулся. Как говорит одна моя знакомая, проститутка. И про старуху бывает порнуха, поэтому запустим ещё раз. Так, а здесь у нас Configuration Service упал. Так. SQL Connection потерялся. Ну, так бывает. Давайте я поправлю. У меня немножечко поменялся адрес. Адрес. 4. 3. 3. Сейчас он стартанёт 100%. Итак, вот у меня работает три сервиса. В Organization происходит вызов. В Organization происходит вызов Warhouse. Этот Warhouse идёт при ошибке. В общем, никуда он не идёт, он при ошибке должен уведомить Configuration о том, что была ошибка. И давайте я всё это лишнее позакрываю. Вот он мой с Identity, это Organization. Вот он метод tryout. Ой. Try it out. И я делаю request. То есть делаю какое-то там резервирование. Смотрите, дошли до Warhouse. Сейчас у меня будет Exception. И в Configuration у нас, видимо, нету бряки. Печально. Но давайте откроем Configuration и увидим, что всё-таки в эту бряку мы получили. Вот это самый метод Node Implement. То есть, другими словами, неважно в каком сервисе у вас выскочила ошибка, но важно, что вы можете получить абсолютно в любом. Ну и давайте я для верности ещё раз запущу. Вот мы пришли в Warhouse. Вот я отпускаю Exception. И вот мы получили Exception уже в Configuration API. Вот он, эта самая ошибка. Я её отпускаю. Ну и, в общем, всё работает, как и предполагалось. Если на самом деле даже свернуть все бряки, то будет наглядно... Так, это не тот. Будет наглядно видно, как это работает на фоне чёрных окошек. И где у нас вызов? Вот он. И вот так вот бац. И отпускаем. Ну, не видно, да? Не получилось. Давайте сделаем вот так. Раз. И вот получилось. Здесь, во-первых, Exception свалился. И уведомление о том, что был, прилетело в этот сервис. Мне кажется, это, на самом деле, очень удобная штука. Ну, вот из таких вот простых вещей, собственно говоря, и собирается микросервисная система. Надо сказать, что есть и другие способы обработки. Если интересно, пишите в комментариях. А на этом, наверное, будем с вами прощаться. Всего доброго. Пишите правильный код и... И всё. И вам будет счастье. Пока. Пока.